Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» с вами Мария Бодрова. Сегодня мы продолжаем говорить об алиментах. Разбираемся, в какой суд надо подавать заявление, в мировой или федеральный, в чем разница, какие надо собрать документы и как заставить платильщика алиментов их выплачивать, разберемся по буквам. Если у вас возникла подобная ситуация, первое, с чего надо начать, это обращение в суд. Как правило, это суд мировой. В чем разница при обращении в суд и что необходимо сделать? Мировой суд рассматривает дела по месту жительства мамы, получателя алиментов, либо по месту жительства папы, платильщика алиментов. Если вы не знаете, где проживает отец ребенка или он скрывается, или не выходит на связь, но вам известно его последнее место жительства или место, где находится его имущество, то можно обращаться в районный суд по этому адресу. Например, он проживает в другом регионе. Тогда вы можете обратиться в суд с иском, в мировой суд, по своему месту жительства, потому что вы с ребенком не можете кататься в другой регион для того, чтобы защищать свои интересы в суде. Далее нужно определиться, в каком размере вы хотите взыскивать заработка алименты, либо в твердоденежной сумме, либо одновременно и то и другое. Закон позволяет делать, выбирать из трех вариантов. Надо написать исковое заявление о выдаче судебного приказа. Там указываете свои данные. Это имя, фамилия, отчество и просьбу выдать судебный приказ о взыскании алиментов с такого-то гражданина. Соответственно, имя, фамилия, отчество. Но в этом случае придется приложить справку 2НДФЛ о доходе алимента платильщика. Там должно быть указано место работы и доход. В таком случае суд рассматривает заявление без вызова всех лиц и через определенное время выдает судебный приказ, который имеет силу исполнительного листа. С этим судебным листом вы идете по месту жительства должника и отдаете приставом на возбуждение исполнительного производства. Если вы хотите взыскать в твердоденежной сумме, например, вы знаете о том, что доход ответчика, ну, допустим, 5 тысяч рублей. Исходя из этого, вы будете получать в районе 1200. Только на ребенка вас это не устраивает. Значит, вы должны написать, что вы, допустим, хотите взыскать с ответчика алименты в размере 10 тысяч рублей. Почему вы эту сумму хотите взыскать? То есть вы должны именно обосновать, что эта сумма как раз необходима ребенку для поддержания уровня жизни, которым он жил раньше. В суд подается иск, прикладывается свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака, документы, подтверждающие расходы на ребенка. Госпошлина в этом случае не оплачивается. Примерно в течение месяца это дело рассмотрят. Если вы хотите взыскать одновременно и в твердой денежной валюте, и в процентах, это можно сделать в следующих случаях. Вы должны просить суд, чтобы суд получил сведения из Росреестра, то, что у него есть, например, недвижимость, которую может потенциально сдавать и получать доход, либо у него есть дорогое транспортное средство, а также все данные по банкам, имеются ли у него счета расчетные или имеются у него кредитные договора. В этом случае суд может взыскать алименты в твердой денежной сумме, мотивировав тем, что ответчик имеет нестабильный доход, либо у него есть иные источники дохода, в которые он не указывает. Если ответчик обращается в суд с заявлением о том, что он просит 50 процентов от суммы алиментов перечислять на расчетные счета детей, он вправе это сделать, но должен это доказать. Он должен доказать, что родители, получающие алименты, не несет должных обязательств по исполнению ухода за ребенком и тратит их, к примеру, на себя. Если вы хотите взыскать алименты с незарплатных долгов, то вы можете поступить следующим образом. Если, например, у вас в долевом отношении имеется квартира, как обычно, приватизированная она была, либо купленная в браке, вы ее продаете. Поскольку вы являетесь тоже продавцом, то вы можете указать в договоре условия, что денежная сумма от продажи этого имущества перечисляется на расчетный счет. И того, и другой стороны. Вот в этом случае тогда вы можете написать заявление приставам, что ответчик получил такое-то имущество и просите наложить, там, скажем, вот это вот постановление направить на исполнение в банк, чтобы взыскали уже эту сумму непосредственно на ваш расчетный счет. Какие еще доходы надо учитывать? Виды пенсии со всеми надбавками, стипендии, доходы полученные от страховых компаний, от передачи имущества в аренду, по акциям, облигациям и по гражданским договорам, авторским. Для этого, конечно же, необходимо предоставить документы. Если у вас дети проживают с разными родителями, то в этом случае надо платить алименты тоже. Суд может взыскать алименты с одного из родителей, несмотря на совместное проживание с малышом, при условии, что он более обеспечен. Если ребенок проживал с получателем алиментов, а потом переехал к другому, то родитель может обратиться в суд с иском об уменьшении алиментов, либо об освобождении от них в связи с тем, что ребенок проживает с ним. В каком случае еще может быть прекращена уплата алиментов? Ну, в случае усыновления ребенка, которому выплачивались алименты, его совершеннолетие, в случае смерти алимента-платильщика. Следует отметить, что в данном случае эта обязанность является личной обязанностью алимента-платильщика, и она не переходит на наследников. Для этого надо приставам принести документ о совершеннолетии ребенка, либо об усыновлении, либо о смерти алимента-платильщика. Изменить размер алиментов тоже можно в нескольких случаях. Проблемы с материальным положением, инвалидность, другие обязательства по выполнению суммы требующим лицам, например, тем, кто находится на иждивении. Мы продолжим обсуждать эту тему, так что следите за нашими выпусками. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok